Я сделал то, чего не делал никогда. Я создал Telegram OS. Прежде чем мы начнем, стоит сказать, что я вот вообще не дизайнер. Вот от слова совсем. Я никогда не создавал свои приложения, никогда не дизайнил UX, UI, и тем более я не программист. Наверное, поэтому мне было капец как сложно делать эту операционную систему. Это своеобразная фантазия, она не существует как таковая в природе, ее невозможно поставить на свой телефон. Для того, чтобы ее сделать, я использовал две программы Adobe Illustrator и Adobe After Effects. Это просто выражение моих мыслей. На создание этого ролика я убил больше месяца, и за это время создал либо 8, либо 9 вариантов интерфейса, и каждый раз, берясь за создание Telegram OS, концепта этого самого, я каждый раз создавал ее с нуля. И это было очень сложно, поэтому обязательно поддержите меня лайком и комментариями под этим видео, мне будет безумно приятно. Короче, смотрим. Как только запускаешь телефон, сразу же появляется boot-анимация, она очень быстро проходит, потому что это Telegram OS, и как сам мессенджер, операционная система работает очень-очень быстро. Если запуская обычный смартфон, ты сразу попадаешь в меню выбора языка, настройки сети и так далее, здесь ничего подобного нет. Тебя сразу система попросит залогиниться, или если у тебя нет логина от Telegram, то зарегистрироваться. Поэтому при первом включении смартфон будет использовать встроенную eSIM, которая будет подключаться к старлинку Илона Маска. После смартфон пускает тебя сразу на рабочие столы, сразу иконки расположены так, как ты любишь и привык, все рассортировано по папкам, как ты делал на прошлом устройстве. На десктопе или на старом смартфоне, неважно. Не надо будет вводить заново биометрию, потому что операционка уже знает твое лицо и твой отпечаток пальца. Поэтому если твоим смартфоном захочет воспользоваться кто-то другой, то операционка сразу попросит его ввести пин-код и дальше не пустит. Да, операционка будет использовать и Face ID, и сканер отпечатков пальцев. Еще самое главное, что сканер отпечатков пальцев на референсном устройстве будет встроен в экран и будет занимать всю его площадь. Поэтому неважно, куда ты касаешься и каким пальцем, все равно смартфон будет это понимать, будет понимать, что это ты им пользуешься. Gram OS, именно так будет, скорее всего, называться Telegram OS, будет Web OS, то есть она не будет работать без интернета. С одной стороны, вы скажете, ой, это же неудобно, как так отрубился интернет, смартфон стал бесполезен. Но по факту, ваше смартфон тоже уже сейчас без интернета бесполезный. Будет какая-то часть, которая будет храниться в постоянной памяти и обрабатываться непосредственно на устройстве, но 80 или 90% всего взаимодействия с операционкой это работа с интернетом. Операционка состоит из трех основных рабочих столов, но в случае необходимости можно добавить еще. Первый это виджеты, это всякий хлам, которым вы пользуетесь чаще всего. Можно сюда вывести какие-нибудь заметки, напоминалки, списки покупок и многое другое. Либо вывести виджет Шазама, чтобы по одному тапу быстренько определять, какие песни играют у вас вокруг. Следующий рабочий стол это ваши контакты, переписки, группы, чаты и многое другое. Ну и, наконец, третий рабочий стол это приложение. То, чем вы пользуетесь чаще всего, можно закрепить наверху. Давайте запустим тестовое какое-нибудь приложение, пусть это будет вот Яндекс.Гоу. Во время использования приложения также остается верхний бар, то есть отсюда же можно сразу попадать и в контакты, и в виджеты. Как работает многозадачность я покажу чуть позже. Давайте зайдем в настройки, как выглядят они. Они абсолютно минималистичные. Смотрите, как эротично выглядят все эти переключатели, все эти шрифты. Лично мне очень нравится. Весь дизайн я решил сделать в стиле неоморфизма. Неоморфизм абсолютно не жизнеспособен. Он отжирает много ресурсов, его сложно разрабатывать. И все эти тени, все эти отражения, они работают только на сплошном фоне. Если ты поставишь какие-нибудь другие обои, у тебя все сбивается и не работает. Плюс этот интерфейс, если он будет реально работать на каком-нибудь физическом устройстве, будет отжирать кучу полезных ресурсов у процессора, у оперативной памяти. И вот здесь, в моей фантазии, этот интерфейс смотрится прикольно, минималистично и хорошо. Но на деле он абсолютно, скорее всего, нереализуем. Да и хрен бы с ним. Да и хрен бы с ним, потому что это просто моя фантазия. Моя задача просто передать вам свои мысли, как бы выглядела Telegram OS. Давайте вернемся к настройкам. Как вы видите... О, кто-то мне написал. Давайте посмотрим. Поставим стоковый фон, зайдем в ВКонтакты. Давайте посмотрим всю переписку. Угу. Ну, придется ответить мужчине, что. Google недавно показал свой 12-й Android. Я, как владелец Pixel'а, с одной стороны, обрадовался, поставил сразу же бетку, думал, те проблемы, которые были в 11-м Android'е, они поправят. Ни хрена подобного. Что меня больше всего бесит в Android'е на Pixel'е, это то, что ты должен два раза отодвигать шторку уведомлений, чтобы просто поправить яркость. И второй раз, когда ты поворачиваешь шторку, здесь просто снизу вот эта вот борода остается ни к чему не годной. В 12-м Android'е это не поправили. В Telegram OS это будет реализовано абсолютно иначе. Во-первых, здесь не будет шторки уведомлений, как я и говорил. А во-вторых, все быстрые настройки будут выдвигаться свайпом снизу. Здесь же вы сможете найти самые последние запущенные приложения, а также настроить яркость и вывести на эту панель самые часто используемые переключатели беспроводных модулей связи. Давайте посмотрим, как работает многозадачность. Для этого запустим какое-нибудь приложение долгим удержанием, выбираем в выпадающей менюшке разделенный экран и выбираем второе приложение, которое нам нужно запустить. Самое интересное, что в этой операционке наконец-то будет реализована поддержка перетаскиваний. То есть, если вы где-нибудь открыли картинку или текст, вы сможете просто взять и переместить это в другое приложение. Также приложение можно запускать и поверх других окон. Ну и давайте вернемся в панель виджетов, посмотрим, как работают они. Например, я попробую удалить вот этот виджет. Для этого я просто подержу палец на нем, он начнет вибрировать, выбираю удалить и удаляю. Ну и на его место можно вставить вообще любой другой виджет. Давайте добавим, например, вот этот, и система заиграет у нас новыми красками. Как я и говорил ранее, неоморфизм абсолютно не жизнеспособен, поэтому давайте еще раз зайдем в настройки экрана и выберем какую-нибудь другую тему. На мой взгляд, она будет смотреться гораздо интереснее. Поскольку Telegram OS это WebOS, стало быть, ее можно запустить на любом другом устройстве, кроме смартфонов. Эту операционку можно будет установить и на лэптопы, и на планшеты. У тебя вполне может быть iPhone, работающий на Gram OS. Самое крутое в Телеге сегодня это скорость, с которой она работает. Паша Дуров еб***ь всех. У него самые крутые технологии и сообщения доставляются быстрее, чем у конкурентов. Нет рекламы, причем Телега удобная и вроде даже надежная. Более того, Telegram сейчас превращается в так называемый суперап. Уже сейчас в Телеграме есть магазины, онлайн кинотеатры, музыкальные библиотеки, калькуляторы, работающие онлайн на ботах, Телеграм-каналы, кстати, подписывайтесь на наши ссылки в описании, и многое другое. 80% всего времени, что я провожу в смартфоне, я провожу в Телеграме. Уже сегодня Телеграм позволяет перекинуть ваши сообщения из WhatsApp и переписываться с вашими контактами в нормальном, блин, в мессенджере, а не в этой дырявой помойке. Потому что Телега сделана для людей, а WhatsApp для стада. Главной особенностью Телеграм УС также должна стать встроенная поддержка VPN, Tor и Proxy, чтобы ты вообще не отправлял никаких данных о себе в сеть. То есть, если ты захочешь соблюдать абсолютную анонимность, у тебя будет эта возможность. Никто не сможет ассоциировать тебя с этим устройством, и никто не сможет его взломать, что бы там ни находилось у тебя. Это твой телефон, и все, что в нем происходит, это только твое дело. Каким будет этот смартфон, остается только догадываться. Как, впрочем, и остается лишь догадываться, какой на самом деле будет Телеграм УС, и будет ли она на самом деле. Что вы об этом думаете? Обязательно напишите в комментариях, ставьте лайки, добавляйте ролик в избранное. Черт возьми, я кучу времени убил на его создание. Надеюсь, все свои идеи я смог вам внятно передать. Поэтому давайте с вами в комментариях подискутируем. Может быть, я где-то ошибся, сделал что-то неудобное. Все-таки я впервые в жизни сделал дизиган, и это было чертовски сложно. Спасибо за внимание, всем покеда.